Приветствую вас. Я так понимаю, что речь идёт о кровосмешении. То есть вашем страхе того, что вы будете любить своего родственника. И хотеть своего родственника, и возможно даже заниматься сексом с родственником. Знаете, какая история? Родственные связи бывают двух типов. Кровные и эмоциональные. И в данном случае родственные связи не являются ни теми, ни другими между вами. Я поясню. Даже если дядя увечерит вот эту девочку, он её увечерит. А это не сделает вас родными. Просто потому, что вы никак не связаны друг с другом. Именно родственными связями. Вы не были её братом, вы не записывались в её братья и так далее, и так далее, и так далее. Не связаны вы и по крови. Никак. То есть то, что дядя юридически её удочерил, ни в коем случае не делает её кем-то, ну, кем-то вашим родным. То есть это скорее просто делает её ближе к вам, может быть, но не делает её родной вам. То есть родной именно либо по крови, либо по эмоциям. Поэтому я думаю, что абсолютно никаких препятствий нет в том, чтобы вы были друг с другом вместе, если у вас всё получается. Да, единственное что, нужно будет, как бы, не скрываться сразу, нужно будет всё честно и откровенно показывать. Нужно будет не бояться ничего, то есть не бояться осуждения, не бояться каких-то ещё моментов, потому что это может повлечь за собой такие последствия в виде неодобрения. В виде неодобрения ваших отношений родными. Вот. То есть если вы упорно, смело, твёрдо заявите о себе и о своих отношениях, то я полагаю никаких проблем не будет абсолютно. Потому что, потому что им просто не откуда взяться. Но меня волнует скорее другой вопрос. Меня волнует вопрос, почему вы озаботились этим, то ли из-за незнания геологических процессов, родственных связей, там можно запутаться, то ли по какой-то другой причине. Например, причина такая, что вы соревнуетесь с дядей. Или, может быть, есть что-то ещё, о чём я не знаю. В любом случае, необходимо разобраться с тем, почему вам пришла в голову именно такая мысль. Именно такая мысль о том, что у вас с этой девушкой могут быть родственные связи. Если подобная мысль пришла, значит какие-то процессы в вашем сознании привели к ней. И интересует меня именно то, какие это процессы для того, чтобы понять, воспринимаете ли вы девушку такой, какая она есть, или вы её подсознательно используете в качестве, например, сублимации для своих каких-то желаний. Я не говорю о том, что вы делаете это специально. Ни в коем случае не хочу этого сказать, но может быть всё. Поэтому обязательно об этом постарайтесь подумать. Это очень и очень важно. Важно именно для того, чтобы лучше определить природу ваших переживаний. Ибо в основе этих переживаний могут лежать, ну, совершенно другие факторы, о которых вы можете даже не задумываться на данный момент. Но которые могут ещё проявиться в дальнейшем. Попрошу вас быть здесь максимально честным, быть здесь максимально откровенным, хотя бы с собой. И если вы увидите, что у вас есть какие-то страхи, переживания, запреты, ещё какие-то чувства, например, чувства тревожности, дискомфорта, то рекомендую с этими вопросами обратиться к психологу, который вам понравится, и поработать с ним на эту тему в данном направлении. Я надеюсь, вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok